ну ребята всем добрый день добрый вечер нами вернее ну вот опять чудесный день что могу сказать сейчас нахожусь в другом месте моего до города дран дал где-то час езды хочу показать городок ларвик сейчас я считала реки не доехал но вместо куда я сейчас приехал называется не вливал он это находится ставари на не недалеко от ларвика такой маленький деревня которая находится возле моря побережный город я пока я хочу показать как люди летом отдыхают пройтись по прогуляться с равно как бы время есть дети не плачет никто не кричит и так вот покажу видео что смогу это покажу покажу школу где я учился когда вообще приехал первый раз в норвегию когда в школу поступил тоже покажу так что ребята смотрите будет интересно ну вот такой вот такая деревушка люди отдыхают у многих же отпуск кафе рестораны кстати что я могу сказать насчет этого ресторана тут пропадают блюда все все что сделано из рыбы или крабы или креветки или раки тут все натурально норвежская идут довольно дорого тут да это место и находится только почти люди которые могут себе позволить эти клавы цветы такие интересненькие смотреть кому то нравится и так вот люди отдыхают свои яхты корабли потихонечку показываю здесь это кстати мне хорошие кстати воспоминания потому что когда я в школу ходил у меня есть друг его звать упа он с севера африки женился на норвежске и дети есть смешанные очень красивые классные но посмотрим я думаю если и все них не увижу потому что он работает в социальном ну это дом для престарелых сегодня я его не смогу увидеть но может попозже когда у меня отпуск начнется может к нему заеду так покажу познакомлю вот этого вода кстати очень прозрачная и соленая тут даже знаете еще плавают эти вот как же нам такие которые током бьют такими длинными длинными волосатыми этим вот медуза вот если я увижу покажу вам ребята может вы знаете так пишите а мы пойдем дальше гулять вот так люди отдыхают ну тут смотрите что у нас есть а тут цены не указаны тут только говорит тут тут что тут делают вот кстати из креветок делают видите из креветок рыба все это свежая все сразу на месте готовится ну тут это даже пицца такая но это вот креветки местные гордок такой маленький для рыбаков по деревне для рыбаков есть там видно кстати далека идет корабль который идет в данью вот скоростной идет в данью три с половиной часа занимает поездка это и это корабле был быстром плод скоростной корабль пойдемте дальше покажу тепло 25 градусов тепла ну вот как бы так магазин открыт может быть ребята меня смотрите свежую рыбу может быть а закрыто ничего не видно все нету закрыто вот так вот такие люди отдыхают у нас здесь давно и кстати здесь тоже не был это тут есть люди отдыхают пить пиво а чё еще где еще что делать вот и кстати вот не наверняка 1 05 стакана пива стоит где-то 120 крон то есть где-то 12 евро именно здесь а 0 3 там где-то 90 или 80 крон то есть 8 или 9 евро 0 3 вот типичный рыболовский местный корабль тут летом очень хорошо кто-то очень много туристов не туристов а своих местных местную люди которые с деньгами богатый я извиняюсь что будет звук может быть ветер тут будет и звук не качественный будет ну вот как бы так вот вот все отдыхают свои корабли корабли стоит очень дорого больше ста тысяч евро если новые потому что вот это вот видит море и туда там дальше еще дальше швеция и в да и в данью я и плыть да день чудесный вот у кого то есть пишите в комментариях вот такие делишки а мы поедем дальше так чуть покажу показал немножко так ну тут такой очень маленький очень тесный деревушка именно побережный и тут все то эти вот все местных допустила приезжают вот парусник смотрите ребята да на самой верхушке ну тут люди ночуют как всегда тут сразу видно что если уже уже не уже на пару пару дней на неделю может даже вода у нас очень зеленая почти да зеленый цвет соленая как эти называются которые ой которые они бронхайд это называется по-русски блин забыл которые очень много длинных длинных таких как нитки если человек купается если ты в них зацепляешься они током бьют как это называется и такая шапка как шапка такая прозрачная пишите ребята так что а вот так вот люди отдыхают он хочу все что что ему для жизни надо все отдыхает классно вот кого-то звать сандра вот кстати рыбы рыбный суп из креветок кстати на месте делать свое муть вкусный кстати у них то такой суп есть такой а мы поедем в горло поедем ставарен если потом ларвики это два два места и так что будем показывать дальше ну ребят смотрите телефонная будка ну тут и моя машина стоит уже запаркованы вот чтобы за стоять 40 где-то 40 минут стоит 3 евро это все делается по мобильнику мне билет можно ты можешь на копеечку взять может кредитка взять а может по мобильнику и телефон кстати напоминает будка лондона лондоне он цветный классно смотрите ребят роза да ребят смотрите роза да нет а не роза или роза нет роза это так что то ребята это ваши многие смотрят это вам это нравится но мне тоже конечно нравится тоже растут розочки машина орет уже хотя зайдем в кафе посмотрим что у нас там хотя поле здесь кушал свежую рыбу то есть приготовлено было но это давно и не буду заходить и не буду заходить потому что смотрит так еще а странно ладно ну вот сейчас мы отъехали немножко уже в сторону школы такие данные доме такие уже такие у нас а вот ребята показать какой вид именно море именно вот эта красота ребята потому что кто здесь живет наслаждается ну и тут ветрено ветрено когда осень зима тут ветрено и что смогу сказать тут довольно только плоский тут гор нету в этом районе ларвик это город довольно плоский нету это самое гор таких где я живу довольно тут все гладко тут местные выращиваются зерно всякие картошку может буду приезжать покажу вам на видео вот сейчас поедем мы деревня называется ставорн тоже побережней а потом поедем ларвик сейчас мы едем и деревню ставорн очень хорошие у меня воспоминания ощущения и приключений которые я был в школе дорога узкая это не 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 главная дорога а это такая дорога который идет через маленький деревню центральная дорога мы не едем тут надо очень осторожно ехать чтобы не задеть никого справимся ребята тут вот выращивают зерна хлебушек пшеницы пшеницы или рожь так что полиция приехал подъех мимо приехала с мобильником блин снимаю но думаю думаю обошлось думаю и так едем голова и шеи шевелится ну и хорошо вот ребят смотрите какая интересная церковь тут вот норвегия своих воронит именно рядом с церкви а вот это на и церковь и норвежская какого и какой веры я знаю я это не могу сказать если будут вопросы но просто такая церковь интересненько церковь старая интересная красиво ухожено все поля ребята тоже у нас есть норвегия не только горы и березы есть вот еще ребята один старый церковь очень старый сделан с камней а вот такая вокруг природа зерно пшеница или там не знаю что такое ну церковь церковь вот тоже красиво вот тоже связано с историей потому что я не могу сказать где это что именно это такое старая церковь да сегодня гуннера нету он работает я как бы видос это делаю сам так что я уже думаю уже поняли ребята ну справлю но справишься как могу так делаю тут кстати много люди которые работают у хозяев то есть собирает картошку собирает урожай потому что сейчас и мимо приезжал многие люди которые как бы можно определить что они не местные вот тут кстати по дороге когда 2002 году ездил гости к моему другу сейчас будет сторону ставор не заворачивает вот такие посевы потому что много это самое равнины и полях и поля катет и картошка ребята там елочки выращивают елочки маленькие да елочки со сосной и елочки такие сосунки у дорога очень узкая тут надо очень осторожно а вот и луку выращивают только лук зеленый вот а чё едем едем кстати вето где ребята кстати ветрено но я думаю звук будет плохой но стараемся вот приближаемся в школу у меня же волнение есть потому что хорошие воспоминания действительно действительно мне очень приятно и туда всегда возвращаться в это место ну давно уже не было наверное в этом месте давно не был давно давно вот это школа и мы сейчас туда едем ой тут что-то происходит называется стал варен ну на тогда он назывался фред тонн слушай машин много ребята тут что-то происходит ой 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 ну что будем туда-сюда парковать вот хорошие мои воспоминания здесь пойдем пойдем ой тут что-то ну пойдем покажу когда получился может зайду внутрь где вы полу если получится где я спал вот школа а людей уже нету а значит уехали а значит уже все прошло это свою крышу уже сделали новую было черное этот самый уже по новому сделали вот и меня видите ребята и пойдемте внутрь покажу стола тут всегда вкусно кормили его ей Столовая, ребята, столовая, ну закрыта, да, ага, вот так все. В том время, как это было, это меньше было, немножко уже был, полы не такие были, кафельные. Да, тут, слушай, изменилось здесь все. Понятно, и вкусно пахнет таким, знаете. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, пойдемте наверх. Как в своем, да, хожу как в своем месте. Ну, я тут учился, господи, если кто-то что-то скажет, я скажу, что бывший ученик. Не знаю, тут какое-то собрание. Кабинет директора когда-то был. Ну, и сейчас директор кабинет. А зал, где фильм смотрит. Тут я не могу понять, почему не закрыто, и что не происходит здесь. Ну, это приежды. А, ну да, эти приезжие люди. Тут же и делают кампинги. Кстати, я покажу, где я спал. Тун, тун, тунайм. Вот это здание. Само школа. Вход там, столовая, потом всякое развлечение. Классы. И классы еще раз. А, на самом высоком, эти комнаты. Там тоже норвежцы спали. Тут комнаты все идут. Пойдем, ребята, внутрь покажу, где я спал. Ну, это было, ребята, 15 лет назад. Ну, с 2002 года. Так, сколько времени прошло так. Так, школа открыта. Вот. Вот тут мой друг спал. Упа. Его на комнате было. Тут вот такой общий маленькая кухонька. Тут друзья с норвежьими я здесь. Играл. Учился на гитаре играть. Душевая, туалет. А вот и моя комната была когда-то. Вот тут я спал один. Комната. И выходишь и... Вон, как бы так. Тут девчонки спали тогда. Вот это девчонок край. Ну, тут тоже спали норвежцы. Ну, мужики. Или там мальцы. А тут идем в подвал, где мыть одежду. Стирали одежду сами. Стоит. Типа закрыто. Стирать одежду здесь. Воскарум. Воскарум. Это, то есть... Где стирать одежду. А тут сушить, вывешивать можно. Ну, почти так не изменилось. Здесь тоже так же самое. Пойдемте дальше, ребята. Та-тадам. Хорошие воспоминания. Ой-ой-ой. Главное, что интересно, ребята, что могу сказать. Люди отдыхали здесь, играли. Музыка, что-то там, какие-то развлечения, спортивный. А я был в мастерских. Мне это было неинтересно. Потому что языка я плохо знал тогда. Вот. И я тогда выбирала это самое лучшее в мастерских, что-то делать, модели делать. Ну, по дереву. Вот тут всегда мы собирались по утрам в зал. Такой большой, огромный зал. Эти тоже дома. Комнаты. Девчонки. Ну, там разделялись. Это новая. Сейчас покажу, как эта школа вообще выглядит. Такая территория довольно большая. Такая территория. Ну, вот такая она выглядит. Такой вид. Этой школе сто лет. Книга выпущена. Кстати, надо будет книгу купить. А, во. Может, там я себя найду в мое время. С моделями. Тут, видите, тут люди приехали просто на летом отдыхать просто. Своими кампингами. Многие здесь учились. Они. И это очень экстаз. Приехать сюда и быть здесь. Тут классы, кстати. Тут керамика была. Рисование было. А мое, именно, мое отделение. Мое было мое, мое отделение. По столярке. Ну, такое школьное. Сюда входите двери. Может, закрыто. Видите, ребята? Старин. Закрыто. Закрыто. Ну, ладно. Волейбол играет. Вот, ребята, хочу показать. Керамика. Ну, тут еще что-то видно из керамики. Это было всегда. Печи там, но такая есть электронная. А, вот и моя масса. Здесь я когда-то работал. Ну, мастерские. Да. А, вот, видно что-то. Да. Видно. Кстати, со стеклом тоже работаю, со стеклом, ребята. Вот, видите? Уже станки. А станки все то же самое. А, ничего не изменилось. Ага. Вот, столярочка. Вот тут я проводил много времени. Видите, именно вот. Именно вот там. Сейчас пойдем дальше. Это вытяжка. Выдает эту самую. Кстати, будет у нас это самое собрание. Все ученики, которые в мое время учились. Мы будем собираться снова. У нас так каждый... Это у нас это сам обычай. Каждые пять лет, десять лет, пятнадцать лет. И... Вон, часы из дерева сделаны. Кто-то делал. Парты. Ну, не парты эти вот... Да, темно, конечно, ничего не видно. Ну, вот так. Мое было место... Вот это... Вот это... Эм... Вот это парта первая, вторая и третья. У меня три... Моя была третья. На видном месте. Кстати, это новое, кстати, не было этого гаража. Ну, ты люди так отдыхают. Тут я вот, когда в этом доме, когда я мало общения, мало общался, много мастерских был. Там пару девчонок, которые... Они думали... Обо мне думали, что... Очень много... Ни с людьми, ни общаясь, ни с тем. Ну, как бы отдельно. И в итоге с ними очень сдружился. Тогда они здесь жили. На первом этаже. То здание... Черное, оно темнее. И его не было. Только были три. Раз, два, три. И тут всегда, знаете, тут эта школа такая, что... Или молодежь, которая еще не может определиться, кем они хотят быть. Вот для этой школы и продумано, чтобы им один год подумать. А чтобы они там не болтались, не шлялись, ну, так сказать, по-русски так. Им дано такая школа. Тоже немножко учишься, но не так усердно, как, может быть, в обыкновенных школах. Тут всякие... Именно очень много практики. Вот. А не так, чтобы буквари, книжки читать, там, зубрить чего-нибудь. Нет, тут такого нет. Вот так школа выглядит. И эта школа, кстати, частная. Этой школе уже сто лет. Вот. И... Эта... Эта школа дорогая, кстати. В то время тогда за меня платил... Ча... Одну половину школа. И одну половину друг мой, Инге. Это еще Эллинга тогда. Эллинга тогда я не знал, Эллинга еще. Дранк дала, я такого слова не знал. Тогда... Ну, с Эллингом Ингой я познакомлю. Придет время, познакомлю. Мы будем вместе справлять день рождения, сто лет. Ему шестьдесят лет, а мне будет сорок. Ну, хочу сказать про эту школу. Эта школа, как бы, как бы интернат, потому что люди, которые сюда... Ну, ученики приезжают, они здесь спят, кушают. Ну, вот. Очень похоже на мой интернет, только, ну, конечно, норвежская. И это... И это... Эта школа, как бы, крещеная. То есть верующие. Ну, в основном тут верующие люди. Вот. И... Многие нет, конечно. И... Каждый по выходным ходили в церковь. И... Вечно куда-то уезжали. За пределом этой школы. Ну, экскурсии всякие были тогда. Вот. Всякие активитеты были. Вот. И это было очень интересно, интересно вспомнить. Там много фотографий у меня есть. Там вы, может, видели его. Черно-белые фотографии. Там, где много учеников. И я там среди этих. Это вот здесь... Это вот именно здесь, в этой школе. В то время эту школу звали Фретун. Фолька, Скуля. А теперь это надо называть Ставерн. Ну, не знаю, почему имя это поменяли. А... Это их нарушение. Вот. И... Вот с этого у меня все и началось. Мои перемены в жизни в лучшую сторону. Именно отсюда. Взгляд на это норвежскую жизнь. Взгляд на... Понять, что за люди. Ну, очень тяжело было, когда я сюда приехал. Ну, было очень тяжело. Ну, общаться я толком не мог. Там пару слов тут по-шведски знал. Вот. Ну, как-то получилось. Как-то был... Получил аттестат. Получил это самое норвежское образование. Ну, это такое годовой. Прежде чем что-то дальше идти. После этой школы я вернулся в Латвию. То есть, кто-то не знает мою жизнь. И... Пробыл до 2006 года. И тогда уже Эллинга знал. И тогда я уже приехал в Драгндал. И пошел дальше учиться в школу. Эту школу я покажу. Следующую школу. Ремесленную. Вот. И... И как бы самое... Да. В двух школах был. В двух норвежских школах двух я был. Одина школа два года. Потом практика два года. Четыре года всего. А здесь один год. Только один год. Стоит это... Как мне говорили, где-то 60... Если куда-то ехать, куда-то за границу, то еще эта группа группами делится. Кто в Африку, кто по Европе. Это каждый год. Это еще делится. Потому что это... Школа помогает. Африканцам помогает. Называется... Забыл этот город, конечно. Ну, забыл. Вот. Там делится на две-три группы. И каждая группа едет куда-то в свою какую-то страну. По всему миру. И вот из-за этого очень... Тоже из-за этого есть такие путешествия по Норвегии. Тоже это все. Школа плачет. Но это все ученики платят. И это где-то стоит... Аж 60-65. Может быть сейчас дороже стоит. Тогда стоило где-то 60 тысяч крон. В год. И, как говорю, 30 тысяч крон. Школа платила. А 30 тысяч инги заплатил. И мне... А мне вообще все даром было. Тут жил и это самое делал. Вот. Да, школа интересна. Так что вот так, ребята. Маленький рассказ. Маленький показ. О той школе. Вот. Сейчас персонал изменился. Здесь я вижу людей. Здесь я не знаю. Сейчас это прошло уже с 2002 года. Смотрите, ребята. Самолет летит старинный. Кстати, старинный самолет военный. Как будто война, да, ребята? А это что ли смогли лететь, чтобы фотки делать? Вот. А, покажу сейчас огромный спортивный зал. Ну, это надо идти через дорогу. Вот. Кстати, ребята. Хорошо покажу я вам церковь. Именно вбита в камня. То есть, в скалы. Вбита. Вот этот камень. Это раньше, когда я учился, этого не было. Он появился тогда уже через лет 7-8 лет после меня. И прямо встроены внутрь пещеры. Ну, пещеры, как бы получается. Ведь, кто кому-то тяжело на душе, всегда может туда заходить и помолиться. Марип Капеллет. Не знаю, будет открыто, может быть. Открыто должно быть. А, закрыто. Закрыто. Ну, вот тут руководитель. Дальше вот сюда такой зал идет. Там уже сиденье. Видно его стулья. Молиться так посидеть наедине. Ах, жаль, все закрыто. Ну, ладно. Вот. А вот и я. Так, спортивный зал покажу, ребята. Ну, и внутрь, не знаю, там. Вот он, он, большой спортивный зал. Этот. Всегда какие-то, знаешь, концерты, какие-то собрания огромные. Вся школа. Здесь в этой школе учились тогда, в мое время, 145 учеников, что ли. Ну, да, учеников было по-русски. Ну, бабаша. И там родители приезжали со всей, со всей, ну, кто здесь учился. И вот название конкретно. Ставрен фолькоскуда. Ранчи Фретон. Вот он, огромный зал спортивный. Там концерты. Я помню, когда я модель сделал, этот корабль круизный. И тогда было собрание какое-то, ну, был большой, огромный концерт школьный. И я когда... Ну, это уже в конце года было. И когда это самое... Показывать свои работы, что ученики могут делать. Вот тогда я им показал, когда это самое, модель они увидели, этот корабль сделал. Вот это мне заняло, целый год заняло мне. А вот так здание выглядит с задней стороны. Этой постройки раньше не было. Это столовая, огромная столовая под этим. Но столовая сейчас большая. Раньше это и не было, этой постройки. Сейчас все меняется, меняется, ребята. И через дорогу перебегать надо внимательно. Вот тут мои... Все изменились мои взгляды. Больше уверенности дало мне это. Свободу. А не такой, что в Латвии, когда я в Этернате, был режим конкретный, строгий. Там не встать, не сесть, не пикнуть. Что там, слова не сказать. А скажешь, упрячут. Тут нет, тут делай. Свобода. Вот здесь я это понял. В этой школе. Фреттон эстабиль. Еще такое выучили, такой маленький текст музыкальный. Про школу. И так звучит. Фреттон эстабиль. То есть, Фреттон, эта школа очень стабильная. То есть, стабильная, стабильная. И мы смеялись. Ну, как могли. Вот этот спортивный зал. Слушайте, ребята, тут что-то очень было. Ну, тут каждый год такое происходит, что желающие приезжают сюда и ночуют. Вон палатки, кстати. А палатки, кстати, они, эти же, это военные, да, вроде бы. Индейские, индейские палатки. И военные какие-то. Ну да. Вся территория, это школьная. Ага. Ну, тут уже, видите, многие, думаю, собираются. Супки там, в общем, там. Тоже на море ходили купаться. За... Это же все, это побережье. Прямо на возле моря находится. А вот и зал. А мы пойдем посмотрим. Не поленимся. Нас никто не убьет. Вот, ребята. Большой, огромный зал. Помню, вот эта сцена, кстати. Тут все было, видимо, и забито. И надо было представить, кто ты и есть такой. Ну, когда ты в школу учился здесь. Вот, музыкальная. Тут же разные линии есть. Ну, сейчас я не знаю, какие линии. Тогда была линия музыкальная, спортивная. Потом керамика. Потом дерево. Норвежский язык. Потом... Что-то связанное с экономикой было в то время. Так все открыто. Люди, никого здесь нету. Ходите, забирайте аппаратуру, ребята, кому-то надо. Да, не шутка, конечно. Вот, тогда нам надо было на сцену залезать и говорить, кто ты и есть такой. И ох, как я стеснялся. Как я... Ой-ой-ой. Тогда мне было 22 года. Или два... Нет. 22 года где-то так было, я думаю. Ну, сюда я вернусь уже со своими друзьями, со своими одноклассниками. Ну, это будет через год. Я тут раньше времени, Нишка, сюда приехал. Тут фулейбол играли, кстати, спортивные были. Играли мы тоже во время учебы. Здесь кормят четыре раза. Завтрак, полдник, обед, ужин. А если какие-то мероприятия, что-то происходит, так еще добавка, еще позднее вечером пиццу. Ну, да, вот так вот это было, да, такое раньше. И это, как говорю... И это, кстати, побережное. А сейчас, ребята, поедем мы в центр. В центре Ставарина. Там покажу. И там мы покушаем. Можно было в школе покушать, но это вечерний. Сейчас время у нас 8-й час или 9-й час. Так что это я снимаю, ребята. Показываю после моей работы. До дома кого-то интересный. И вот такая школа. Помню, мы где голодные были. Все равно голодные были. Как бы там обед, но и после обеда ужин. Какой-то такой промежуток такой, когда становишься голодненький. И просили есть, чтобы покушать. Да, пожалуйста, ключ давали. Там это давно же это шведский стол. Там уже кушать так, что приходишь, не так, что все уже одноложено. Приходишь, сам накладываешь в себя шведский стол, короче. Это что завтрак, что полдник, что ленч. Что обед и ужин. Я тогда был очень возмущался, потому что почему только бутерброды, хлеба. То есть это завтрак хлеб, ленч хлеб и ужин хлеб. Там накладываешь, что хочешь. А вот только был нормальный обед, был нормальный. Я очень возмущался, потому что у нас в интернате нам и кашу варить, и макароны. Всякую горячую. Ну, таких легких. И макаронные супы, и макароны, или каши, макароны, что там, гречка. Этого всего здесь нет. Ну вот, ребята, я вам говорил про эту книгу. Вышла книга, сто лет. Я решил книгу купить. Стоит книга, это 35 евро, так где-то. Я эту книгу хочу купить, и посмотрю, может быть, я себя найду в то время. Сан. Аж я у книгу купил, ребята. О, давно ждал. Да. Сто лет этой фрейгой школе. И купил, и может быть, там себя найду. Посмотрим. Ту-сен-так, от я фикелого счета. Да, да, мэндо грэйти, а то, вэн, рекитеринген, да. Ну вот, ребята, показал я вам немножко городок, Ставерн. Продолжаю показывать. А это в следующем видео. Так что смотрите и наслаждайтесь. А так я вам говорю, ребята. Здоровья вам. И могу сказать всем пока-пока-пока. Эпизод второй. Ознакомление с городом Ставерна и казармой. Всем пока-пока.